Гадена у нас еще и сало завезли. Вот так вот. Значит, Ваних, он тут есть в чатике, можете его потрогать. Играет против Хеслера, который вот рерольнулся и стал играть на... На этом, как это называется-то? Стал играть на гномиках, вот так вот. У него гномики даже с заменой одной. Ну, имеется в виду, одна замена из Зары, одна замена родная. Вот так вот. Давайте без спойлеров, ребята. Сейчас посмотрим, и все станет ясно. Мне, правда, конечно, уже могу сказать, что мне не нравятся команды Хеслера. Такл на Блицере. Два рыжих. Ну, сразу... Ой-ой-ой. Сразу видно непрофессионала. Агильный Блицер. Ну, короче, это классические гномы. Классические гномы сосут жопу. Ну, не факт, конечно, но, в общем... Старт довольно тоскливый. Пока все выглядит очень грустно для гномов. С другой стороны, как бы для таких унылых гномов, такие деды это брат родной. Потому что это деды не про драку, это деды про мяч. Ну, по крайней мере, чисто по моему мнению. То есть это не те деды, которые должны там как-то это... Делить на ноль и так далее. Здесь пахнет пяткой. Да. Жадноватая немножко ГФИ, но... Относительно оправданная. Я не уверен, что стоит идти в масс-контакт гномам. То есть... Поднимание зомбей в такой позиции... Это некоторое выхватывание люлей. Но, правда, смотрю, Ваних, кажись, решил поконтактить. Ну, ладно. Ладно. Гуля мне нравится у Ваниха. Несмотря на ее крайне странный набор, ее очень хорошо сверху полирует агила. И надо было Гулю-то агильную... Не фол? А я-то думал, Гуля подойдет и будет фол. Ну, в смысле, это было довольно... Читаемо, наверное. Странно. Но, на самом деле, Ваних неплохо встал. То есть... Там немного тяжело... Контактировать. Имеется в виду, что гномы, конечно, побьют. Но гномы-то и получат. Проблема в том, что у гномов пока... Абсолютно адекватно не хватка... У гномов абсолютно точно не хватка этих. Гордов. Здесь, кстати, я считаю ошибкой. Я думаю, что лучше было остаться гномиком вот здесь. Чтобы получать удар... Ты так и так получаешь МБ. Но здесь он будет бить сюда в 3 куба, если ты встаешь. А здесь он бьет в 2 куба. А здесь удар с МБ без блока с чейн-блоком. А здесь удар... Короче, лучше было остаться. Потому что отсюда удар в 2 куба без чейн-блока и без блока. А здесь чейн-блок, блок, говно, жопа, взрыв, форсаж 14. Вот так вот. Но это мое такое мнение. Привет, Лока. Дырка в мяч еще, да. Не, ну закрывает, закрывает все-таки. Как бы шпаклюет эту дырку, насколько возможно. Привет, Влад. Ну, а говорю, вот, кстати, диды по итогу дали довольно много. Не то, чтобы диды очень ждут пробоя в этой игре. То есть, когда ты играешь с гномами, ты как бы бьешь их и думаешь, ну, ёб твою мать, когда ты уже пробьешься, мразота. А мрази не пробиваются. Это стандартно. Это мой один из самых нелюбимых матчапов за дидов. Потому что без шары или без хорошей пятки очень тяжело что-то делать. Атлант, наконец, расправил пятку. Молодец. Ванник пока хорошо играет, дисциплинированно. Вот, правда, Хессер дает такие контакты. Не знаю, как-то ему некомфортно. То есть, прикол-то в том, что у дидов четыре горда. А у гномов пять гордов. И в этой ситуации-то выходит, что... Ну, диды-то физически просто сильнее. А зачем Зара подошла к мумии? Она сейчас получит просто... Она может получить просто там блок. Ну, ладно, посмотрим. Странный какой-то выбор. Зару как бы беречь надо. Рыженького можно ткнуть в лицо. Ну, вот это жадновато, но относительно оправданно. Но жадновато. Ну... Вот странно. Мне кажется, можно было толкнуть под мумию и встать на мяч. И там бы пришлось бы уже что-то раскидывать. Ну, ладно. Все равно у гномов плохая ситуация. Как бы... Вылезать гномам отсюда будет тяжело. Пошла жадность очередная. Ну, отскакивает. Минус пивасик. Гномам без пиваса будет... Ой, гномам. Дидам без пиваса будет тоскливо. Привет, Сталин. Гулю за поле можно оформлять. Это правда. Ваня все-таки дал эту возможность. Мне вообще не понравился этот контакт. Он какой-то такой жидноватый. Без горда он не котируется там. Сейчас гномики должны наказывать за это. Ну, вот это прям не супер обязательно было давать сюда контакт. Ну, ладно. А мяч мы будем прятать, нет? Ну, допустим. Выталкивание гули это ошибка была. Это плохая игра от Ваниха. Ой, пивасик это гном. Тьфу ты. Меня переклинило. Повезло. Повезло. Но это была корявая игра. На самом деле, конечно, вот еще в чем проблема гномов. У них настолько... Ой, гномов. Дедов. У них мумии полный отстой. Блока нет. СФа нет. Я бы пошутил бы еще и про додж. Но в этом матче додж не особо котируется. Рыженькому впаяли. Это правильно. Рыженького надо бить про любое возможности. Ошибка. Толкать надо было вниз. Чтобы потом Вайтом сделать удар и толкнуть под мумию. И три игрока было бы на одном, было бы заебись. Ладно. И деды не сделали Блиц. Но если ты на дедах не делаешь Блиц, то это, конечно, вон из профессии. Самый читаемый... На самом деле, смотрите. Что здесь было удобно? Типа гномы, когда остается мало времени, они не могут менять фланг. То есть надо было вот этого Горда толкать вниз, давать Блиц с места Вайтом и потом бежать сюда. И даже, может быть, учитывая, что у тебя три рерола на пять ходов, это был конец пятого, ход на четыре, можно было тратить рерол на рерол вот этого удара. И, по сути бы, три гнома лежали бы на мумии и... Тра-та-та-та-та-та-та-та. Что ты решишь, там было бы 2-2? Он кинул 1-2. Не знаю, сейчас посмотрим, какие следующие кубы будут. Вот была бы шестерка. Вот все. Опа. Ну, правда, Реген сработал. Короче, мне не понравилось. Ванюху по жопе надо дать. Просто была действительно очень хорошая возможность сильно выиграть позицию, а он не выиграл ее. С гномами как раз-таки, пока ты не сильно ломаешься, а деды, в принципе, не сильно ломаются, играть в позицию важнее, чем играть в тело. Здесь было так легко позицию улучшить, а по итогу теперь три игрока как бы так... То есть, тут получился размен 3 на 3, а мог быть размен 1 на 3. И у Ваниха было бы, типа, зомбя, вайт свободный, и там катай на волосатом мотороллере гномов сколько хочешь, и хрен они тебе что сделают. Ну, окей. Но в мяч смысла нет особого идти. Здесь пока нет вот такой вот супер, как это называется-то, потребности бежать в мяч. Ее просто нет. Ну, будет отталкивание еще на клетку, видимо, да? Да. Или даже... А, даже так. Окей, нормас. Жадненько, но с другой стороны, как бы, времени мало. То есть, ты либо выталкиваешь гулю, либо идешь на гол. Выбор, конечно, неприятный. У гномов, правда, начало потихоньку залетать туда вот так вот. По чуть-чуть отгрызать тидов. Пожадничал все-таки. Надо отменять додж. Ну, все, как бы. Вообще, что-то очень плохо встал Хессер, лол. Что-то мне вообще не понравилось. Это байт такой? Ну, как байт выглядит... Ну, что-то странно. Времени-то нихрена нет. Это вера в то, что деды не кинут ничего? Ну, это был, конечно, далекий заб... Я просто задам один тупой вопрос. А почему не поставить горда было вот сюда и блицевать отсюда без вот этой вот сей лишней мишуры? Ну, то есть, по ощущениям... Во-первых, у гномов не сложный гол. А во-вторых, Ваня сделал, ну, типа... Пятьсот лишних мувов. Ну, так, условно говоря. Мне очень не понравилось. Это было плохо. И можно сказать, что еще довольно легко отделался, потому что, ну, как бы... Ну, это был ре или корявый мув. Игра уровня... Не знаю... Пиваса в вышке. Ха-ха-ха. Ладно, ладно, ладно. Пивас молодец в целом. Ну, вопрос в том, прокатит ли 3+, 3+, без РРа. Как бы. На самом деле, глядя на эти кубы, Ванях, если бы ты разыграл бы лучше... У тебя даже были... Короче, смотри, Ванях. Ты ведь, если бы дал бы Блиц... Ну, сюда дал бы контакт, дал бы Блиц. И при удачном скаттере и ронянии меча... Ты бы мог подобрать мячик вот этой гулёй и попытаться там еще, ну... Позакатить. Ну, ладно. Хотя это было далеко. У кого два... А, ну, в смысле, дедам не надо? Это да. Я имею в виду, деды могли засетапить гол. Типа, убежав гулёй с подбором. А гномам надо было забивать? На мой взгляд. Потому что вот сейчас гномы не забили, всё. Вот сейчас гномы не забили, гномы отдали игру. Скорее всего, если Ванях кинет сейчас не самый сложный дайс, а он кидает. Всё. Ну, это было очевидно. То есть там как бы... Ну, как минимум надо было пытаться дать вкладку Заре. Ну, короче... На мой взгляд... Гномы... Гномы виноваты. Сейв. Хороший сейв, кстати. Гульки. Игру решил момент, когда гном пожадничал и решил выталкивать, а не идти вперёд. Хеслер как будто бы... Я понимаю, что Хеслер до этого играл там на вампирах, и Хеслер как бы играл на... Как бы до этого на некрах, но гномы это вообще другой разговор. Другой калинкор, я бы сказал бы. Надо отпуск... А. Ой, даже так. Ну, не знаю. Ну, одно радует, деды тебя сейчас не выталкивают. Но после трата реролла там всё равно всё было трудно, грандкор. Это очень неприятно. Попытка вывести мумию, она правильная, но в целом... Ну, типа, деды... Легко забьют, скорее всего, гол на своей атаке. Если у них встанут колокола, хотя бы гули. А вот это вообще... Ваних. Ваних. Ваних, вот этот реролл... Это грешноватый реролл. Гол важнее. Я бы просто заб... Я бы не стал делать этот удар. Слушай, грешновато, Ваних. Удар мумии прям не нужен был. Ну, то есть... Да, он, конечно, неплохо получился по итогу. Это минус второй гард, если они там сейчас не встанут на второй тайм. Но, блин... По жопе бы тебе... А, он встал по итогу. По жопе бы тебе дать за это. Потому что кинты сейчас после реролла 2-2. И, как бы, гола нет. И гномы могут играть. А так гномы, конечно... Гномы еще встали так, что дают забегание. Ну, блин, говорю, Вани, Ваних как-то это... Вот. Поискал приключения зачем-то. Игра вообще не предполагает поиску приключений. Но ситуация не очень приятная. То есть... Хорошая гуля не встала. Борьба за мбарь не встал. И... Ну, так. Между делом... 4-4-3... А, не, ну, ладно. Деды... Ну, ладно. Деды в нормальном сетапе. Не в идеальном. Но... Окей. Но все-таки против гномов тяжело давать 3 куба. Потому что контр-горды почти всегда были на мумиях. Но вот начинать лосс вот так вот... Вот почему вот не вот здесь начать? Ну, ладно, конечно. Я все понимаю. Нет, ладно, стоп. Почему не подбор и гилой? Так, ладно, стоп, Ваних. Че началось? Я че-то как-то немножко в раздумьях. И Блиц, кстати. Блиц надо было делать вот так-так. При удаче сажать гард на зомбю. Это отличный размен. Блиц тоже неправильный. Как Агилане уходило? Там же, по-моему, с ГФИ уходило. Ну, ладно. Просто ты сейчас даешь поиграть гномам. Ваних, ты извини, ты сейчас какое-то полное говно отыграл. Ну, в смысле, как бы... Ну, полное говно. Это очень плохая игра. Тебе надо было гулей подбирать мячик, перекрывать ее с ГФИ, если уж ты так боишься. Но то, что ты сделал, это че-то как-то... Ну, это не просто плохо. Это... Ну, про зомбю в тылу я даже молчу просто. С работ... С работ... А, 1-1 на Дадже. Ваних, ну ты так плохо с... Извини, но это очень плохо. Без всяких ироний. Бля, ну, может, гулю надо было подвести и потом дать безопасность. Ну, повезло, конечно. Ой, господи. И Блиц-то борьбой сейчас надо давать, чтобы при выпадании 2-2 не рисковать. И... Ой, господи. Эх. Ваня, если ты так продолжишь играть, мне придется взять тебя в ученики, чтобы ты удалил Blood Bowl. И это я почти не иронизирую. Ну, Ванях уже не такой свежий тренер. Ой, господи. Ну, что это? Да, лол. Бедный Хеслер. Господи. Ладно, я начал сопереживать гномом. Докатились. Бедный Хеслер. Как вообще он попал на это? Ой, господи. Вот просто Ванях два хода подряд показал суперотвратительную игру. И Хеслер остался без гордов. Просто держу в курсе. Ну, нет в мире справедливости, я понимаю. Деды выкатили божественный шанс на результат. И после этого началось, как говорится. Зомбя все еще сейфти держит в курсе. Нет, нет. Нет, нет. Если ты удаляешь блатбол, то все. С концами. Следующий блатбол, который ты можешь установить, только третий. Вот так вот. Не, ну серьезно, Ванях. Ну, этот матч, конечно... В анналы истории не войдет, а вот у Хеслера в том самом месте застрянет надолго. Вот так вот. Это... Это... Сорян, это очень грешноватый матч. Просто грешноватый. Нет, я не спорю, что получилось просто офигенно. Но это реально, это лак. Это не скилл. Конкретно все, что здесь произошло, это было очень много поиска приключений. И все приключения кончились хорошо. Это как бы настолько редкий случай. Я просто с ума бы сошел бы в таком матче. Я и не спорю. Но вопрос-то не вспоришь, не споришь. Вопрос, почему ты не сыграл лучше, родной. Как бы все было на твоей стороне. Просто насколько я Хеслеру, думаю, обидно просто. Подумай о чувствах гномов, которые потеют, играют, видят единственные шансы на результаты каждый раз как бы. Ну, второй раз. Ну, для тени на муми надо все-таки дубль поймать. Уточним. Минус последний гард, да? Господи, су... Ладно, ладно, предпоследний. Ванях, ну с такими кубами, конечно, я не знаю. Надо выходить в... Надо выходить в средние с такими кубами. Если у тебя хотя бы в половине матчей будут такие кубы, то... Туши свет. Я такой сдачи на дедах не видел уже прям давно. Я не шучу. Тут сдача такая, что... Я не знаю. Думаю, что если ты вдруг попробуешь... Если ты вдруг попробуешь мячик дать вкладку мумии, может, и оно прокатит. Это ты издеваешься над гномами или что? Ну, если это попытка поиздеваться над гномами, то она, конечно, неплохая. Солидарен. Да. Я понимаю, что у Хессера еще не готова команда все-таки. Но, блин, этот матч, конечно, это... Эдс Сала? Да, Эдс Сала. Просто вот розыгрыш первого хода... Это... Как бы... Это под Нюрнбергский трибунал просто, если у дедов бы он был. Еще бы понять, где армор у гномов. Потому что, глядя на армор гномов, возникает очень много вопросов, и все они какие-то не это. Я надеюсь, ты Войту-то вкладку дашь в этом матче? Здесь можно было дать Блиц Войтом, и потом дать еще удар Зомбей? И... Ладно. Я не уверен, Грэнд Корр. Я не уверен. Понимаешь, все-таки, конкретно в этом матче, конкретно в этом матче, все-таки, очевидно, ну, скажем так, деды очень много раз сыграли... Мягко скажем, не очень. Подскок! Подскок, Ванех! Подскок, твою мать! Сука! Да, Ванех, я... Это было так плохо! Ну, вот... ТАААААК плохо! Не просто плохо, это... Пиздец какой-то был, извини меня, пожалуйста. Это не просто плохо, это пиздец как плохо. и опять начинает с ударом мумий даже вайта с зомбей на мяч не поставил ёба-боба ваних да забудьте что на дедах играл а ваних еще взял дедов потому что я на них играл гфи до ой го бедный хеслер столько подряд плохих мувов и все прокатило да нет ваних умеет хорошо играть но в этом матче ну просто я не знаю такое впечатление что с таким заходом ладно я нельзя не знаю как это описать что хеслер написал после матча даже почитаю еще раз спасибо изнасилование кубами продолжается ну понятно в принципе в принципе я согласен хеслером но эти кубы это конечно реально это дайсы которые не дают ни одного шанса гномом то есть я не могу ругать гномов за игру потому что им выпало такое что я хз конечно ванях у тебя нет совести просто нет совести не ну просто когда я говорю что кубы изнасиловали хеслера я прям прям не преувеличиваю 4 плюс 3 плюс я те ненавижу ваних хеслер думаю тоже ну слушай все таки в матче с египтянином по султану как сказать там кубы имели свой потаенный еще и блиц господи бедный хеслер 4 было от все меняется ваних это все меняет действительно спасибо что поправил да победа через пасос но я обычно называю это победы с привкусом члена во рту ну то же самое считай по уровню блевотности я не знаю вообще были бы у хеслера более неприятные матчи чем этот ваних 16 ход куда ты бежишь ну то есть ты не забегая с гафаишками гол не забьешь я бы на месте хеслера просто дал бы контакт потом таклом дал бы в рыло убил бы те гулю ну правда тут 12 все плохо и гномы еще сейчас выхватят миллиард блоков просто так но зачем давать три куба мумии да бедные гномы ваних объясни мне почему ты не даешь три куба вот есть какая-то хеслера рольнулся уже сезон как родной хеслера почистил попыток но он видимо мало чистил карму на вампирах судя по этому матчу не не дочистил карму назовем это так а можно было подойти толкнуть сюда и здесь ударить в два куба и хеслера ошибся но с учетом того что у него какой-то супер тильт под конец матча это можно понять мало бы людей не тильтануло в этом матче так как как вы поняли да уж дисгастин